А в кино у вас есть, ну, условно говоря, или ориентиры, или кумиры? Что в кино, вот если вам там надо топ-5 такой обозначить в кино, что это будет? Топ-5, ну, за последнее время, мои любимые режиссёры, это Кристофер Ноун, Интерселлар, Начало, Скорсези, Скорсези, вот особенно У вас в «Проклятых», если смотрели. Да, да, шикарный совершенно, там такой Ди Ди Каприо просто фантастический. И я сам визуалист, ну, то есть я визуально всё люблю, если понимать, и в киноакадемии тоже помимо режиссуры... В какой киноакадемии, вы поясните, я знаю, да, но просто, да, для зрителей. Помимо режиссуры мы изучали и операторство, то есть операторскую деятельность, графику, монтаж, и мне вот в первую очередь я вижу всегда всё монтажно, то есть уже как это будет примерно смонтировано, из этого я уже потом расписываю всё, как снимать. И из таких вот именно визуальных режиссёров Зак Снайдер, вот который снял «Тристо спартанцев», «Хранители», знаете, вот именно визуально он гений, который видит картинку, видение своё. Три, ещё два имени. Тарантино, само собой. Почему «само собой»? Ну, Тарантино – это Тарантино. Его стилистика... И с чем нельзя её сравнить. А какого-то, дайте отечественного, кого-нибудь для разнообразия, вот кого-нибудь из режиссёров вы назовёте? Или у нас нету режиссёров, да, столько в системе координат Никиты Преснякова? В общем, Михалков, достаточно большой. Михалков Никита Сергеевич, да? Кстати, вы знаете, что его в семье называли точно так же, как и вас. Вас же Никитоном, да? Никитон, Никитоз. Никитоз Никитоз. Да, вот все вот интервью, которые я слышал, ну, вашего родителя, он вас называл именно так же, как родственники называли Михалкова Никита Сергеевича. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24. 24.